Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Monster Hunter World, мне явно не хватало, видимо, в организме вот именно такой хардкорной игрушки, где можно помахать хорошенечко каким-нибудь оружием, именно в ближнем бою помахаться, так знаете, с душой, именно вот это вот все перекаты, увороты, комбо-удары, порой, видимо, такого действительно не хватает. И, как вы можете обратить внимание, я еще немножечко пофармил, у меня появилась новая юбка, у меня появился новый нагрудник, у нас с вами новый инсект, но инсект, он очень дешевый, просто делается здесь в кузне, и он, ну, в принципе, просто чуть-чуть побыстрее и на одну единичку урона помощнее. Юбка, я чуть позднее расскажу откуда, а вот нагрудник как раз из Тецияку, которого мы с вами убили в прошлом выпуске. Все остальное, в принципе, если не ошибаюсь, точно такое же, как и было. И я опять в кузне, я хотел бы сейчас на самом деле улучшить, вот эту махалочку мы с вами улучшить уже не можем, она, если не ошибаюсь, максимальная, правда, я без понятия, может быть и можем. А вот мы с вами сейчас можем улучшить вот эту махалочку, стальной клинок, в той локации, где у нас Тецияку, там как раз драконитовая руда встречается, и она нам нужна для того, чтобы улучшить клинок до третьего уровня. Давайте это с вами сделаем. Он получается самый обычный, просто у него 310 атаки, а на четвертом уровне, вот теперь мы можем и на четвертый перейти, но не можем, потому что нам не хватает золота. Ага, золотишка-то у нас с вами и нету, и это на самом деле досадно. Так что отправляемся выполнять с вами дальше задание. У нас следующее сюжетное задание, нам дали его в прошлом выпуске, в конце. Нам как раз нужно выследить и убить монстра под названием Паулуму, довольно-таки прикольный монстр. Так что можно было бы еще одного Тецияку здесь выследить, нам бы он не помешал, потому что с него и шкурки, и клыки нам с вами еще пригодятся. Нам нужно сейчас быстренько пройти по следу. А, кстати, у меня есть задание вот на этих жучков. Ну там просто в лагере мне его дали, их нужно поймать, если не ошибаюсь, при помощи сетки. Давайте попытаемся это сделать. Я могу как-нибудь? Все, я их испугал, и я не поймал ни одного из них. Нужно попытаться как-то их изловить в тот момент, пока они вот так вот высунуты наружу. Как только они пугаются, они сразу прячутся и типа иди ищи следующих. И я так понимаю, мы его нашли, да? Вон эта красота. Это на самом деле такое забавное чудовище, и мне так жалко его убивать, то есть точнее бить, потому что она настолько прикольная. Но школе дали нам на него задание, давайте выполним. Ну, да. Паулума. Оно, конечно, такое милое, прикольное, но оно очень агрессивное. Теперь вы можете использовать сигналосос. Да мне это не нужно, зачем мне сигналосос. Ну давай. Так, сейчас быстренько с вами наберем с него все улучшалки. Все эссенции, которые он может дать, или как там это называется. А потом начнем бить. Хорош. Последнее. Тихо. На самом деле это крайне простой босс, потому что он практически нас не дамажит. Все, что он делает, это вот так вот крутится. И чтобы он нас не ударил, нам тоже нужно крутиться вместе с ним. Ну плюс он еще может выдохнуть... Тихо. Плюс он может выдохнуть очень серьезно воздухом. И этим нас немножечко ударить, или оглушить... Даже не ударить, именно оглушить честный гонца. У него очень крепкий кост, и я не знаю вообще его можно отрубить или нет. Но во всяком случае, самого его забить никаких проблем у нас возникнуть не должно. Правда у нас что-то как-то заточка очень быстро слетела. А, потому что чем тверже часть, по которой мы бьем, скорее всего, тем быстрее слетает заточка. Я думаю, это так, давай. Вот. Вот это прикольно, когда он набирает воздух, он превращается в такой шарик, и дальше его нужно бить в воздухе. Ну, благо, что у нас с вами как раз Глеба инсектоидов, или как там она называется, и при помощи нее это делать крайне-крайне просто. И когда вот как раз бьем по шару, по этому, по его воротнику, надутому воздухом, он получает просто огромное количество урона. Тихо-тихо-тихо, обломись. Видите, по 42. Запрыгнули на него, давай лупцевать. Отлично. Сгруппироваться, тихо-тихо, сгруппироваться, атака. Я думаю, что сейчас у нас вообще очень все это быстро получится, потому что начало очень хорошее, мы уже нанесли ему больше 100 урона. Шквал ударов пошел, вообще идеально. Я вот что не знаю, есть ли здесь какие-то заточки получше, чем та, что у меня, потому что моя заточка, заточка, мне кажется, очень-очень слабая, очень быстро заканчивается. Очень хотелось бы найти получше, как видите, когда мы по крепким частям тело бьем, не заточенным оружием, оно вообще, ну, как бы, отскакивает. Оно просто от него отскакивает. Так, нам нужно затащиться. Сейчас быстренько куда-нибудь попытаемся спрятаться. Давай, пока он там развлекается с их лесом, мы быстренько заточимся. Три, четыре, и он полетел от нас, да? Все, придется догонять. И вот эта юбка как раз сделана из его шкурок, и, ну, просто на самом деле она довольно-таки дешевая, и при этом очень хорошие показатели брони имеет. На данный момент это самая лучшая броня, которая у нас есть, ну, которую мы можем сделать из тех ресурсов, которые у нас присутствуют. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Может, ты приземлишься в конце концов, а? Ладно. Инсект. Давай, собираем. Надо было в голову. Ладно, хорошо, я понял, не получилось. Вот что сложно с него, действительно, это собирать как раз его эссенции. Потому что он очень быстрый. Секунду, нам это не нужно. Подожди, почему у меня выбрана ловушка? Ничего страшного. Как видите, вот его выдохи нам практически никакого урона не наносят. Я не знаю вообще, почему он такой слабый. Мне из-за этого его так жалко. Ну, потому что все предыдущие монстры, с которыми нам доводилось встречаться, они были действительно очень мощными. Это тот же, я не знаю, а не яд, да? Он был нереально мощным, так повредили какую-то ему часть. Голову мою повредили, кажется, не ошибаюсь. Ну и продолжаем по ней бить. Тихо-тихо-тихо. Пузо и хвост у него очень крепкие, так что по ним бить сейчас толку особого нету. Можно просто взять и заточиться. Ты пока что там развлекайся с ахиллесом, а я заточусь. На самом деле я этот бой смонтирую как можно короче, потому что действительно бой очень легкий и противник очень легкий. Тут особо-то ничего сложного-то и нету. То есть спокойно сейчас набираем опять с него все улучшалки. Ладно, не получается оранжевого никак взять. Плевать. И погнали его валить. Ай-яй. Чё-то меня цепанул. Тихо. Выносливо сейчас восстановится. И продолжим. Давай. Навык адреналин как раз активирован. То есть у нас сейчас будет меньше тратиться выносливость. И тут абсолютно не важно. Даже если мы подлечились, то навык адреналин все равно работает. Это очень хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Брыжок. Зацепились за нее. Просто мачкуем. Я думаю, у нее очень мало здоровья осталось. Потому что мы реально прям очень много урона нанесли за этот бой. Сгруппироваться, сгруппироваться. Давай, держись. Продолжаем бить. Сейчас сбить ее на землю. И дальше можно будет поголовеще несколько атак провести. И я думаю, последняя стадия остается. Шквал ударов. Хорош. Крыло дурацкое. Никак не могу его пробить. Да ладно, давай тогда просто поточимся. Давай. Пока он там застрял. Два. Три. Четыре. Есть. Он подраненно пытается убежать. Красный. И с хвоста нужно... С хвоста нужно оранжевый. Получится? Есть. Отлично получилось. Все. Полная зарядка. И все. Просто валим. Тут осталось это дело техники. Просто добить пару сотен урона, я думаю. Не больше. Она, смотри, вся уже избитая. Опять наверх пошла. Замечательно. Это мне только на руку. Куда ты? Иди сюда. Сейчас вернется. Она не улетает. Она сейчас вернется. Она просто вылетела в одну дырку и залетит сейчас в другую какую-то. Камон! Она что? Да нет. Да быть этого не может. Лети обратно. Давай пока подзаточимся. Пока ждем ее. Она должна прилететь обратно. А, у нас же с вами здесь еще и тайминги есть. Точно. Ого. Вот это сейчас было неприятно. Ахиллес, а может дай-ка подлечиться, пожалуйста. Что-то как-то это было сейчас крайне неожиданно. И крайне неприятно. Да, Ахиллес, Ахиллес. Давай, давай, давай. Поставь Асу. Асу поставь. Асу поставь, тебе сказали. Или это не то? Я прям даже не знаю, это это умелка или нет. Ахиллесик, Асу. Я просто не хочу никакие хилки тратить. Ага, я понял. Это вот так вот подлечиться. Все, хорошо. Договорились. Полетели. Ага. Отлично, работай, все дела. Но это на самом деле было очень просто, как я и сказал. То есть, никакого челленджа в ней нету. Так ее жалко. Она еще такая красивая, на самом деле, пузырек. Давайте сейчас быстренько все с нее соберем. Можно также подсобрать, если не ошибаюсь, эти следы. И мы с вами получим следующий уровень в ее исследовании. Шкура по Аулуму это хорошо. Потому что она используется как раз и в доспехе, и в этой юбке. Еще одна шкура. И доспех там тоже красивый, кстати. Ну и вот этот на мне тоже неплохой такой. И оболочка по Аулуму. Старые отпечатки лап, пять очков. А здесь еще нет отпечатков лап больше нигде. Отпечатки. Что там такое? Панцирь моллюска. Это не то. 20 секунд у нас осталось. Может быть здесь где-нибудь, а? Ну просто добить уровень. Нет? Нет. Нет, здесь нету. Итак, она как всегда встречает нас с молчанием. Наконец-то. Шары закреплены, корабль готов. Все благодаря тебе и нашему инженеру. Приготовления завершены. Мы отправимся, когда ты будешь готова. Есть, правда, один момент. Мы решили обойтись без летных испытаний. Но это же ничего, верно? Скажи, когда будешь готова, и мы начнем спуск в Гнилую долину. Ну, я в принципе готов. Погнали прям сразу. Думаю, стоит подождаться, прежде чем вставаться в Гнилую долину. Ну, в смысле, ты поговорите с наставницей Третьего... Да не, на самом деле я готов. Готовы к спуску в Гнилую долину? Да, я готов. Первым делом нужно найти подходящее место для посадки. Когда мы будем на месте, можем отправляться в долину и подготовить место для лагеря. Ну, а потом займемся привычным делом. Будем искать следы Дзора Магдароса. А теперь слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты кое о чем поразмыслила, пока исследуешь долину. Что такое Гнилая долина? Как она связана с Коралловым Нагорьем? Ну, за дело. Погнали посмотрим, потому что я там еще не был. Меня прям реально интересно, что там нас ждет. Может быть, там будет какой-нибудь хороший такой босс с челленджем. Потому что вот здесь, вот в Коралловой долине, здесь вообще все очень слабые. Блин, это прям очень красиво сделано. Смотрите. Что скажете? Неплохо. У них всегда корабль под таким углом или нет? Это я так понимаю, что мы спускаемся, чтобы ее исследовать. Вон, смотри. Во. Вот это есть. О, Ци Ци Яко. Большой Гирос. Так нам лагерь не разбить. Я придумала. Ты себя охотником возомнила? Офига себе. Это что за камушки такие интересные? Не знаешь, чем взять чудовище? Подожги его! Простенько и со вкусом, да? Ну-ка, думаешь, мы напали на след Зоры? Да, без понятия, честно говоря. Сейчас проверим. Давай-ка я быстренько перекушу, и мы отправимся. Я так понимаю, что нам с этой тварью придется сразиться. Мне очень хочется изучить эту тварь. Да, мне тоже. Я тоже бы хотел изучить. Я так думаю, что с нее что-то будет очень интересное. Опять же, как минимум, можно будет из ее элементов делать броньку, наверное. Ну, здесь самое, конечно, неприятное, то, что нужно фармить. То есть, ну, да нет, это, в принципе, нормально. Я имею в виду, это в плане самое сложное. То, что нужно постоянно возвращаться и убивать их одну за другой, пока не набьешь нужное количество шкурок, чтобы сделать броню. Прямо реально гнилая. Я понял. Мне в Коралловой больше нравилось. Да что тут творится? Да без понятия. Наставница третьего флота предупредила о миазмах. Что? Странная яма. Похоже, что все мелкие существа, которые попадают под миазмы, взрываются. Хорошо, я тебя понял. Подожди, в какую сторону мне по следам нужно идти? Найдите большого гироса и следуйте гнилую долину. Хорошо. Сейчас попытаемся все это провернуть. Так, а самострельный факел? Где его следы еще? Разрывной орех тоже давай возьмем. Я думаю, что в этом направлении куда-то. Блин. Там такое ощущение, что какие-то, ну, то есть, ядовитые испарения. Фу, здесь всюду эти миазмы. Не вдыхай их, иначе твое здоровье уменьшится. Да я вижу, что уже уменьшается. Это миазмы? Постарайся не трогать. Я понял, тут нам лучше не находиться. Здесь что-нибудь есть еще интересное? Огненная трава? Так, хорошо. А вот и он. Та тварь, что мы видели раньше, думаю, она из этих краев. Да я понимаю, что она из этих краев. Это логично, что она отсюда. Вот только проблема, у меня здесь будет заканчиваться здоровье, потому что здесь... Черт побери. Это эти миазмы чертовы. Она что, меня наэлектролизовала или что? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да, черт! Что это? Выпрягни, пожалуйста. Кто это делает? Нужно выбираться отсюда. Вы потеряли сознание. Ого. Прикинь, она сложная. Давай сюда. Ко мне. Ко мне, жук, ко мне. Белая. Оранжевая. Есть. Все зарядили. Так, хорошо. Попытаемся так с ним сражаться. У него ядовитые какие-то клыки непонятнейшие. Ахиллесик, пожалуйста, давай-ка сюда осу куда-нибудь. Станция исцеляющая осы, давай. А то мне что-то как-то не очень весело. Вижу, поставил. Молодец. А просто так осу мне не принесешь? Чёрт. Ну же, осу, ахиллес. Ничего, ничего, справимся. Белая. Красная. В принципе, без оранжевый можно обойтись. Отлично. Ещё и на него запрыгнули. Отлично. Сгруппироваться. Ахиллес живой, ахиллес живой. Всё в порядке. Вот мне что нужно, чтобы он начал убегать и убежал из этой территории, где у нас здоровье заканчивается. Тогда мы с ним справимся. Тогда всё будет хорошо. И вон станция осы стоит, так что всё в порядке. Шквал ударов пошёл. Давай. Тихо, тихо. Это его приспешники меня током бьют, да? Видимо, да. Обломись. Подлечились. Тихо, тихо, тихо. Ах, ты чёрт. Обломинго. Нет. Тихо, тихо. Давай. Жучок. Красная. Белая. Ещё белая. С хвоста, может быть? Нет, зелёного с хвоста. Кстати, подлечились. Я совершенно про это забыл. Ещё подлечились. Красная. Ну ладно, нормально, плевать. Нам этого хватит. Или из приспешников его. Ядом плюёшься, гад, а? Он побежал. Он побежал. Мы его пробили. Шикарно. Далеко собрался. Ты, эй. Давай за ним. Кстати, у меня есть паёк. Ай. Выбираемся. Ахиллес, если ты поставишь осу, я тебя назову самым полезным паликом на свете. Пожалуйста, поставь её здесь. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Это прям очень круто. Ай. Ай-яй-яй. Оса есть? Оса есть. Спасибо. Ты самый полезный палик на свете. Нам бы с вами, конечно, подзаточиться. А он побежал опять. Он опять побежал. Я вижу его. Вон он он. И он хромает. Сейчас по возможности заточимся. У меня, у меня, у меня. Секунда, секунда, секунда. Вот, точильный камень. Давай наверх. Он там решил поспать. А я могу прям здесь поточиться? Нет, не могу. Он, походу, решил поспать. Тихо. Раз. Два. Три. Хорошо. Ага, обломись. Сейчас мы ему прям сходу в бошку. Отлично. Красную подобрали, да? Да, всё отлично. Где он, кстати? Я что-то его не вижу. А где он? Он внизу. Ах, выпрыгнул. Я хотел в него сверху упасть. Давай. Просто продолжаем. Я чувствую это прям финальные удары. Самое смешное по заданию. Нам его не нужно убивать. Мы его убиваем просто потому, что мы с него получим ресурсы. Зараза, сильный, а? Всё. Большой гирос, зверь убит. Осталось добить его приспешников и всё будет хорошо. Или всё? Или они сами разбежались? Они сами разбежались. Всё, быстренько собираем с него все ресурсы и валим из этой зоны, потому что здесь ядовитое испарение. Клык большого гироса. Там ещё его хвост нужно собрать. То есть, секунду, я не понимаю, что сейчас на самом деле происходит. Почему вот это вот, вокруг меня вот эта дымка. Как будто бы кислотой на меня плюнули, да? Хорошо, что он промазал. Ещё одна старая странная ямка. Интересно, что за ямки? Старые с малинистой костью. А вот это уже, возможно, то животное, которое нам предстоит убить по заданию. А гироса-то, возможно, и не нужно было трогать. Кто это? Радобан. Или Радобаан, скорее всего, Радобаан. Это та самая шипастая зар... Да, это та самая шипастая зараза. А что он там делал? Что он делал на тех болотах? Шортики топовые у меня, да? Привет! Ага. Что? Мы не можем устраивать вылазки, пока эта тварь бродит в округе. Да я понял тебя. Расправься с ней, и тогда мы сможем заняться территорией. Да такая простая. А может быть, ты придёшь и сама с ней расправишься? Нет, ну как бы... Камон! Я вообще не против, если это сделаешь ты. Я согласен отдать все лавры тебе. Здесь оранжевый, на спине. Я даже не знаю, почему он на спине был сейчас. И на хвосте. Где у тебя белое? Да и где красное? Ну красное-то в башке, скорее всего. Подожди. Ну давай! Вот красное. Неси красную. Я боюсь к этим шипам подходить, честно говоря. Где у тебя белое? Тихо! Хорошо, что большая броня у нас с вами. Ну чё, погнали? Мы хоть куда-нибудь ему урон наносить будем или нет? Главное не залезать под хвост, я понял. Главное не залезать под хвост. И всё будет ок. Станцию! 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 Ахиллес, просто поставь станцию. Ахиллесик. Зараза, она нахиллесом очкует. А, вон вижу станцию, всё. Давай! Сейчас! Я так понимаю, что эту броню с него нужно сбить. Эти шипы дурацкие. Ууу! Это было больно. Ладно, давай до станции. Тихо, тихо, тихо. Переходим в себя. Ахиллесик. Ахиллес, молодец. Ахиллес, молодец. Да, осы. Вот оса. Я даже не знаю, что с тобой делать. Вот белая. Нужно находить момент, когда его бить. Вот сейчас, например. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Самая незащищенная у него часть это лапа. Но только что мы повредили ему голову, да? Что делаем? Что за фигня сейчас была? Слушайте, прям интересно, а? Надеюсь, что я в себя пришел, да? Ахиллесик, я здесь. Я жду. Давай. Зацепил. Хорош. Сейчас понять его, как он передвигается, и все будет нормально. Это все так же самое, как с Анятом и со всем остальным. Просто понять, как он перемещается. По лапе ему могу достать? Нет. Вот это пасть. Тихо. А куда ты почесал-то, а? Ладно, давай за ним. Ну-ка, что там, белая? Белая. И еще красненькая, пожалуйста, мне дайте. С головы. Давай, отлично. Получил. Все, шикарно. Пошли атаковать. Ну, или не прямо сейчас. А, мне еще подзаточиться надо, точно. Секунду. Хорош. Есть время. Давай, отточимся. Раз, два, три, четыре. Готово. И в бой. Повреждено часть. Аучи. Больно. Крепкий гад, а? Вот крепкий просто нереально, а? Плевать. Прорвемся. Ахиллес, если ты сейчас здесь поставишь Асу, это будет просто мега круто. Давай, станцию. Так что мне еще нужно с ним сражаться, и сражаться, я так чувствую. Вижу. Нужно поближе к нему подойти. Вау! Аучи. Спасибо. Сейчас, сейчас, Хиллес, сейчас. Подожди. Главное, эти шипы дурацкие с него сбить, а дальше все будет попроще. Или вот эти вот еще шипы, наверное, с него сбить нужно. Видишь, огромные которые. Я думаю, что их тоже повредить можно. Давай. Секунду. Я не наношу ему абсолютно, да. Усиленных атак. Оранжевая. Оранжевая. Где-то здесь была Асан. Нет уже больше, да? Доставка. Доставка. Ахиллес? Давай. Молодчина. Запрыгнули на него. Как мы там на него запрыгнули? Куда вообще? Как? Куда? Ты шутишь, что ли? Он вообще ничего не делает. Им вообще все пофиг. Ты посмотри. Сейчас вообще сразу шквал будет. Да, я же говорю, сразу шквал будет. Это на самом деле очень хорошо, потому что нам это дает возможность заточиться, пока он там лежит. Кстати, после шквала мы сразу спускаемся на землю, а оружие у нас за спиной. То есть, вот это как раз самый идеальный момент, чтобы затащиться. Повреждено. Вот этот дрог бы ему тоже срубить было бы просто идеально. Нет. Я же видел, что не нужно это делать. Получаемый урон уменьшен, не страшно. Это хорошо. Минус. Минус еще один урок. Ахиллесик, ставь, ставь. Не можешь пока? Ты уверен, что не можешь? Ты прям на сто процентов уверен, что не можешь, да? Ладно, ждем. Успею заточиться, как думаешь? О, черт. Да пожалуйста, нет. Нет, 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 нет. Приди в себя, приди в себя, приди в себя, приди в себя. Он же сейчас ударит еще раз. Уходим. Отходим. Нормуль, станцию. Ахиллес, станцию. Где Ахиллес? Где Ахиллес? Ахиллес, станцию. Не мяу, а станцию. Отлично. А он просто сваливает, я понял. Давай за ним. Только поточимся. Вот он он. Сейчас, погодь. Прямо сразу сходу в голову ему за сандалием. Прямо вот так вот. Сколько урона? Шестьдесят семь. Чтобы просто как можно больше урона сходу нанести. Нормально. Это я зря сделал. Я видел, что я сейчас получу урон, но решил рискнуть. Нам нужны усилялки с него. Хотя вообще очень хорошо дамажим. По тридцатки, по тридцать шесть. Обалдеть, а? Давай. К нему. Оранжевая. Куда пошел? Черт, это что-то новенькое. Мне это не очень нравится. Хорош, красную пойму. Точно красная. Без белой обойдемся. Я понял, что произошло. Новая броня. Он новую броню себе достал. Ахиллес, ко мне. Отлично. Ууу. Черт. Тихо. 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 Давай, приходи в себя. Приходи в себя. Приходи в себя. Отходим в сторону. Ахиллес, поставь станцию, я потом возьму. Погнали. Ладно. Ахиллес, станция. Станцию не ставят почему-то, не знаю, заглючил. Все, хорош, можно сражаться. Только нужно нормальный момент выбрать, а не сейчас. Потому что сейчас он крутанется. Ага. Сейчас, нужен нормальный момент. Вот сейчас, например. Просто ломаем все ему. А еще подзаточиться не мешало бы. Ахиллес, подкликай его, я сейчас подзаточусь и продолжим. Четыре. Успел. Ааа, почти. Почти. Давай. Ахиллесик. Ахиллесик. Станцию поставь. Выпрыгивай. Ладно, давай съесть зелье какое-нибудь. Что у нас есть? Мегазелье 10 штук. Не хотел пить? Ну, просто не знаю. Просто не хотел пить. Вот и все. Ага, обломись. Валим его. Просто ломаем. Сломал. Сломал, нет? Не знаю. Черт-те что творится. Сами все видите, черт-те что творится. Беденькая, давай ко мне. Это че такое? Ах, это че такое? Ахиллес, почему не ставишь станцию, а? Он прям вот этим своим поведением дико напоминает борота с тем, как он там в грязь залезал и восстанавливал себе броню. Вот только вот у этого броня гораздо круче, чем у борота. Прям в разы лучше. Давай, забираемся. Вот сюда. Красную получили? Получили, хорошо. Черт. Живем. Погнали. Ломаем. Чего? Напарниках начнет вернуться в лакерь. Ага. Я, честно говоря, думал, что еще полчаса буду его бить. Ахиллес, подлечи меня, пожалуйста, а? Да, да, спасибо. Кстати, Ахиллес стал просто незаменимым. Давайте все с него собирать. Обалдеть. Я, честно говоря, даже не представлял, что здесь встретится такой мощный босс. Я думал, что вот тот ящер, это, ну, типа, предел сложности. Это было прям очень сложно на самом деле. Я, безусловно, постараюсь это покороче смонтировать, потому что это было прям очень жестко. А это там кто? А, это вы двое. Мы встречались? Совсем вылетела из головы. Вы были в отключке, когда я вас нашла. Старушка какая-то. Я из первого флота, ну, понятно тогда. Вам повезло, что вы еще живы. Подожди. Должно быть, это она нас спасла. Вот это да, спасибо, спасибо огромное. Я просто рада, что вы целы. Пятый флот, верно? Что вы здесь делаете? Ну, вообще-то... Ну, и все рассказали. Кстати, это хорошо, что это все вырезано, весь рассказ. Секунду, а это что такое? А, Зора Магдарос. Да-да-да, Зора Магдарос. Посмотрим, что мне удастся найти. Долгие годы я пытался раскрыть тайны этой долины. И начала кое-что понимать. Теперь ваш черед. Узнайте об этом месте все, что сможете. В следующий раз обменяемся информацией. Хорошо? Да, мы будем стараться. Хорошо, до скорого. Мне не нравится мой шлем. Особенно вот на подбородке вот эта лямка. Ладно, давайте забирать все. Он отличный, он, кстати, отличный. Он часть комплекта Аняната, но, блин, я вам просто не нравится. Прикольно, с вами в этом выпуске завалили сразу троих боссов. Конечно, самый сложный из них оказался даже не последний, потому что мы на нем ни разу не умерли. А самым сложным оказался вот тот ящер, потому что он находился в ядовитой локации, и он нас мог оглушить своим электричеством, плюс у него его миньоны могли нас оглушать. Ну что ж, наставница, что скажешь? Никаких следов взрыва Магдароса? Какая жалость. Думаю, тебе стоит спуститься ниже. Миазмы на нижних уровнях еще токсичнее. Но тебя этим не напугать, верно? Дай знать, когда будешь готова. Теперь вам доступны походы миньонов. Прежде чем отправиться в гнилую долину, нужно подготовиться. Оттуда пути назад не будет. Что значит, оттуда назад пути не будет? Я сейчас что-то не понял. Ну, то есть мы перейдем на другую прям локацию, и вот эти все локации нам станут недоступны. Я, честно говоря, не знаю. Нужно будет этот момент провентилировать, но, в принципе, мы очень неплохо одеты. Я бы даже ничего не менял, кроме... Да я бы ничего, на самом деле, не менял, потому что, если мы поменяем шлем, то мы разрушим как раз этот комплект. А так у нас все с вами есть, так что, в принципе, можно будет дальше отправиться. Но будем это делать с вами, естественно, в следующем выпуске. А на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.